Сегодня ранним утром в Перу-Уральск с Северного Кавказа был доставлен гроб с телом военного офицера Героя России Сергея Стволова. Наш земляк, 38-летний, легендарный полковник Стволов, командир 203-го гвардейского мотострелкового полка, расквартированного во Владикавказе, погиб вечером в воскресенье в автомобильной аварии. Сергей Стволов был одним из тех офицеров, которых принято называть золотым кадровым составом российской армии, в рядах которой он прослужил 20 лет. В 81-м году после призыва рядовым десантником Стволов попал в Афганистан. Это была его первая война. Всего же за плечами полковника 12 войн в различных горячих точках. Карабах, Таджикистан, Приднестровье, Чечня, и снова Таджикистан, и снова Чечня, и так далее. Во время первой чеченской кампании офицер-разведчик получил тяжелейшие ранения. Пуля пробила бронежилет, выломала два ребра и остановилась в сантиметре от сердца. На счету Стволову было немало подвигов, о которых сейчас ходят легенды среди его сослуживцев. Говорят, его радиопозывной Антей буквально наводил ужас на чеченских бандитов. В 99-м Сергей Стволов возглавил специальную группу по отсечению боевиков в Старопромысловском районе Грозного. В эту группу помимо военных входили и милиционеры, наши уральские ОМОНовцы. Совсем недавно, 28 августа, полковник приезжал в Екатеринбург на открытие памятника погибшему в те горячие предновогодние дни Дмитрию Говорухе. Знал ли кто тогда, что через несколько месяцев Стволову также вот суждено будет лечь в уральскую землю? Вот реальные кадры от 28 августа этого года. Бои были тяжелые. Сверху, чем он тогда потерял, по-моему, 4 человека убить и 19 человек раненых было. Еще раз повторяю, бои были очень трудные. Затем они перешли в мое непосредственное подчинение, где мы продолжили дальнейшее освобождение Старопромыслов. Отец Стволова Николай Митрофанович в тот приезд сына не увидел. Ему вспоминается лишь последняя встреча почти годичной давности в Ставропольском крае. Я был в Владикавказе, а потом он меня увез в Буденовск к жене. А 19-го ехали в Москву получать звезду. Я с детьми нянчился. Но 21-го они переехали, Татьяна сразу сменила его домой, а он в Владикавказ сразу уехал. И тут наша последняя встреча была с ним. Пути Господни неисповедимы. 12 войн, 2 ранения и 2 контузии, полученных в них, и глупая дорожная авария. А дело было так. В половине 10-го вечера в воскресенье Сергей Стволов в личном Мерседесе возвращался из Буденовска во Владикавказ. В Буденовске у него квартира, жена и дети. Кроме того, полковник исполнял обязанности командира 205-й отдельной казачьей бригады, расквартированной в Буденовске. Вместе с ним в расположении части ехали трое его сослуживцев, солдат и шофер. Между селениями Карджин и Даркох на федеральной трассе в Кавказ, в 40 километрах от столицы Северной Осетии, Мерседес пошел на обгон идущего впереди груженного КамАЗа. Однако, вырулив из-за грузовика, водитель увидел фары, движущиеся навстречу машины. Мерседес успел перестроиться обратно, и в этот момент КамАЗ резко тормознул. Во время столкновения все пассажиры на марке, кроме полковника Стволова, пострадали незначительно. У одного царапины, у двух других, и водителя вообще только синяки. Полковник же в момент столкновения спал, а от того не смог сгруппироваться. В госпиталь Стволова доставили уже мертвым. Он ввел машину-то, а потом взял, если видно, устал, там 6 часов, если устал, попросил своего шофера, тоже Сергея вызывать. Ну, там же туманы, ну и врезались в КамАЗ. Те четверо-то живые остались, а он, нафиг, сразу на смерть. За время службы Стволова был четырежды удостоен орденом мужества, награждался орденами Красной Звезды за воинские заслуги, боевыми медалями. 21 декабря 2000-го президент России Владимир Путин лично вручил полковнику Звезду Героя России, и все это в 38 лет. Все первые годы жизни Сергея прошли здесь, на Урале, в городе Первоуральске. Там родился, учился в 10-й средней школе, а затем в 6-м ПТУ. После окончания училища и до призыва в армию работал электриком в железнодорожном цехе новотрубного завода. Это один из тех людей, которые навсегда останутся в книге памяти Первоуральска, да, наверное, и всей Свердловской области. Несмотря на то, что уже долгое время Стволов жил вдалеке от родины, супруга Сергея Николаевича привезла тело героя хоронить именно сюда. С ней же прилетели и двое сыновей Стволова, 6 и 10 лет от роду. Здесь, в Первоуральске, живет отец Сергея, и здесь, в Натальском кладбище, похоронена его мать. Именно к ней в могилу завтра и подкопают героя России. А еще до этого в 2 часа пополудни проститься с легендарным полковником смогут все пришедшие в ДК-строители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!